Не все знают о том, что Скобеева и Попов вместе не только на экране, но и в жизни. Телезвезды состоят в браке с апреля 2013 года. Евгения Попова многие телезрители часто видели в программе 60 минут. Это авторская программа ведущего. Она выходит в эфир почти 5 лет и ведет ее Евгений Георгиевич со своей женой Ольгой Скобеевой. За годы эфира передача стала популярной и у большинства зрителей возник интерес к ведущим проекта. К их жизни за пределами шоу. Подпишись на канал и жми на колокольчик. До выхода в эфир программы 60 минут Евгений Попов был опытным и успешным журналистом. Свой путь в журналистике он начал со школьной скамьи. Школьником работал на радио Владивостока. Студентом сотрудничал с местным телевидением. А после окончания университета получил работу на федеральном канале. По рекомендации руководства ТВ Евгений Попов работал в Нью-Йорке. Находясь в командировке, журналист в здании ООН обратил внимание на живую симпатичную девушку. Молодые люди познакомились. Девушка оказалась коллегой журналисткой канала «Раша Тудей». Она представилась как Анастасия Чуркина. Возникла взаимная симпатия, и Евгений с Анастасией стали встречаться. Пару часто видели в кафе, они выглядели счастливыми. О том, что Анастасия – дочь известного дипломата Виталия Чуркина, Попов узнал не сразу. Роман был стремительным. Они стали супругами уже через несколько месяцев после знакомства. Свои отношения влюбленные оформили в Нью-Йорке. Чувства внезапно вспыхнувшие оказались непродолжительными, как и брак. Анастасия и Евгений расстались. Через два года за спиной Евгения Попова поговаривают, что он рассчитывал на продвижение в карьере, заручившись поддержкой тестя, а когда этого не случилось, развелся. Есть и другое мнение, якобы, что Анастасия оказалась не готова к смене места жительства. В этом вопросе взаимопонимания супруги не достигли и поэтому в 2012 году развелись. Многие считают, что причин для развода всегда несколько, и у каждой пары они свои, очень личные. И делать опрометчивые выводы в этом вопросе не стоит. После развода Анастасия по-прежнему трудится на том же канале, живет в Лондоне. В браке с Евгением Поповым у Анастасии детей не было, и пока матерью она не стала. Анастасия Чёркина, 36 лет, она не замужем, внука путешествует, выполняя задания руководства канала. Евгений Попов также продолжает свою карьеру. Он работал в США, в Северной Корее, на Украине. С 2016 года Евгений Попов чаще работает в студии, только время от времени выезжая для репортажей в эпицентры политических событий. Соведущей Евгения Попова в передаче «60 минут» является Ольга Скобеева, вторая жена журналиста. О своей личной жизни супруги говорят нечасто. Однако многие знают, что познакомились Ольга и Евгений в США. Дьёва были в командировке. Познакомились в Нью-Йорке, влюбились друг в друга и поженились. Ну чего там? После личного знакомства Попов понял, что встретил женщину своей мечты. Когда между знаменитостями вспыхнуло чувство, они были готовы к серьёзному шагу. Однако из-за многочисленных командировок возлюбленным не удавалось съехаться. Около года Ольга и Евгений жили в разных странах, поддерживая связь через кайф. Между ними были расстояния и шестилетняя разница в возрасте. Но ни то, ни другое их не смущало. Паре приходилось два раза переносить свадьбу из-за плотного рабочего графика. Удивительно, но даже сами журналисты не помнят точную дату, когда была создана их семья. Шутку они говорят, что это произошло как-то в апреле. Но число назвать никто не решается. Всё дело в том, что это событие происходило во время командировочных поездок. Мы так или иначе работали вместе, в том смысле, что в одной телерадиокомпании, поэтому посредственно были знакомы. Из-за специфики журналистской деятельности свадьбу всё время приходилось переносить с одной даты на другую, так как руководство постоянно поручало им сложные задания. В итоге Ольга и Евгений попросту забыли, когда им всё же посчастливилось стать мужем и женой. Зато нехорошо помнят год, 2013-й. Брак Ольги и Евгения был заключённый в Йорке. Торжество проходило скромно, без лишних свидетелей. Шампанское распевали только в кругу членов съёмочной группы. Молодожёны предпочли обойтись без строгого костюма и свадебного платья. Они выбрали весьма скромные наряды. Ольга выходила замуж в платье самого простого кроя. Правда, оно было белого цвета. Евгений был в той же одежде, в которой незадолго до росписи вёл репортаж смысла событий, после которого сразу же отправился в посольство для заключения брака. Ольга никакого отношения к разводу Евгений не имеет. На момент их знакомства он уже был свободен. Попов и Скобеева поженились в 2013 году. Через год они радовались появлению в их молодой семье сына Захара. Весом 2,75 кг. Гу Скобееву и Евгения Попова. Сегодня у них родился сын. Вес новорождённого 2,750 кг. Рост 50 см. Имя для мальчика выбрали заранее. Захар. Но когда нужно было забирать Захара с Ольгой из роддома, я прилетел утром из Киева, забрал свою семью из роддома, и вечером улетел обратно в Киев. Но в декретный отпуск Скобеева не стала уходить. Маленького Захара на время отвезли в город Волжске к родителям Ольги. Мальчик растёт смышлённым и любознательным ребёнком. Внешний Захар становится очень похожим на папу Евгения. Мальчика записали на фамилию отца. Он стал смыслом жизни для обоих родителей и главным человеком в семье. Имя мальчику было выбрано задолго до его рождения. Ольга и Евгений всегда были уверены в том, что у них родится мальчишка. Они считают, что редкое имя сына очень созвучно отчеству – Евгеньевич. Когда малыш родился, Евгений находился в командировке в Киеве. Но для того, чтобы лично встретить любимую супругу и сына при выписке из роддома, примчался в Москву. Эта встреча была очень короткой, но волнующий момент, когда драгоценный груз, кровищный сын, завёрнутый в одеяльце, оказался на его руках, Евгений хорошо помнит. Здесь всё очень просто. Мы настолько разные, что нам невозможно было не соединиться. Тогда ему по работе пришлось сразу же вернуться на Украину. И он продолжил свою работу. Ольга Скобеева и Евгений Попов любят отдыхать всей семьёй. Отпуск семейства журналистов часто проводят в краю, в горах, катаясь на лыжах. Сейчас Ольге Скобеевой 36 лет. Её муж старше на 6 лет, ему 42 года. Передача «60 минут» стала их семейным делом, хотя страсти в эфире порой кипятни шуточные, далёкие от тихих семейных будней журналистов. Благодаря высоким рейтингам передачи растут доходы Евгения и Ольги. Их квартира оформлена в уютных тонах. Приоритетными цветами стали серый и персиковый. Удивительно, но при жарких спорах в студии Евгений и Ольга никогда не перебивают друг друга, а просто своевременно передают инициативу другому. Ну я вынужден согласиться, но жена сказала. Евгений и Ольга признаются, что о работе говорят только по пути домой. Дома у них другие темы для разговоров. И другой главнокомандующий парадом, сын Захар, которому сейчас 7 лет. Захар Паков умеет читать, писать, активно изучает английский язык. Мальчик любит рисовать. А ещё Захар занимается лыжной секцией. Он растёт очень любознательным, и родители только успевают давать ответы на его вопросы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»